добрый день уважаемые телезрители и подписчики моего канала сегодня у нас ноутбук asus на разборе это ноутбук товарища автомана у него значит основная жалоба это перегрев собственно сейчас я его разберу вскрою крышку все сниму все лишнее и ненужное и после этого мы посмотрим так ли это на самом деле или причина проется в чем-то другом и так приступим ну что у нас идет процесс разбора собственно говоря смотрите замечательные косячки сейчас вам буду показывать вот а ноутбук была остановлена клавиатура собственно я все защелки как бы отжал думаю почему клавиатура не снимается давно не будем смотреть на то что она такая пыльная некрасиво оказывается тот кто ремонтировал этот ноутбук его уже сдавали когда-то в чистку да как бы да будем сразу скажем что ноутбук не первой свежести оказывается клавиатуру приклеили на двойной скотч чё делать в принципе нельзя ну это не должно так делаться первыми второй момент пока я его разбираю я уже не досчитался приличное количество винтиков их просто не хватает то есть человек который его разбирал как бы собственно разбирать то не очень-то и умело к сожалению жалко что ноутбук попал в такие руки как бы вот то есть вот ну теперь уже эту этот этот пасту придет как тормозы короче эту клейку лента придется оставить потому что в отличие вот видите здесь замочки выпирают а здесь замочки все сломанные просто напросто сломаны они не должны так выглядеть вот видно что замочки сломаны а вот видно что они сломаны а вот видно что сломаны ну что едем дальше так вот откладываем смотрим какие еще все форексы сейчас найдем в 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 Yunho т в Господа, не кушайте ноутбуками, останетесь без ноутбуков. Господа, не кушайте ноутбуки, останетесь без ноутбуков. Господа, не кушайте. Ну, я не знаю, как бы Так, а кулер здесь просто Походу остановился, он не крутится То ли от того, что тут пыль То ли от того, что Пыли очень много, я не знаю Как его чистили, и как давно его чистили И чистили ли его вообще Кулер у него не крутится Всё-таки Мы были правы, что кулер У него остановился Вот, ну, сейчас, собственно говоря Буду всё это дело снимать Материнскую плату буду раскручивать Других вариантов у нас нет Кулер буду вынимать Так, ну-ка, сейчас у нас плата снимется Дайте попробуем Так, раз И... Что это? Я не понял, а что это? Так, ну, вот так у нас Тут, тут, тут не то Так Друзья, собственно Я всё разобрал За минуту 32, наверное Или 33, или 31 Вот, смотрите Ну, кулер, ладно Сейчас Может быть он оживёт Но что-то, походу, вряд ли Там подшипник стуканул Походу Он еле-еле вращается Вот Видите, ничего не видно Переворачиваем И наблюдаем То есть, когда у вас кулер работает Он, да, воздух гоняет Но у вас воздух не выходит Потому что у вас здесь слой просто пыли Которая стеной встаётся Закрывает радиаторы ваши И поэтому ничего, собственно говоря Не выдувается И ноутбук греется И перегревается Вот А сейчас мы посмотрим Очистился ли этот ноутбук когда-нибудь Только сейчас я сначала схожу За сильным попом Ой, за прессом, извините А нет, чистился Да, вот его вскрывали Видно, что вскрывали его Вскрывали Вот Просто Видимо Такая запылённость у автомата дома Что вот, как бы, набивается очень сильно Так Собственно говоря Что у нас тут где Значит Бывают Ноутбуки Вот это процессор Вот это Видеочип Вот этот Видеочип Он интегрированный В материнскую плату Но есть ноутбуки У которых Видеоплата Выглядит как планка Оперативной памяти То есть здесь Одна планка уже впаянла Материнскую плату А ещё одну планку Можно поставить И такие же существуют Видеокарты Которые можно Снимать И ставить Но не спешите Вы Я понимаю Что вы уже Владельцы ноутбуков До 30 тысяч И уже всё равно Там на разгоне Стоят Разбирать свой ноутбук Не надо этого делать Как бы И смотреть Снимается ли у вас Видеокарта Даже если она у вас Снимается То 95% Если вы купите Мобильную видеокарту Помощнее Её можно купить Конечно же Она есть Не то что в свободном доступе Но в доступе Вот То просто-напросто Ваша система охлаждения Будет не рассчитана На данную видеокарту По той простой причине Что Когда производитель Ставит игровую видеокарту То там По другому работает Система циркуляции Воздух То есть Видеокарта Там обдувается Сейчас все современные Игровые ноутбуки Обдуваются Одним вентилятором Ну Пример Тот же мой Игровой ноутбук Там MCI У меня есть Игровой С крутой видеокартой Когда я его Разбирал Я очень боялся Его разбирать Хотя Разобрал я много Думал Что Вот Там Сейчас будет Три вентилятора Два Протсигара Три Ну В общем Помните Да Вот А когда я разобрал Значит Его То оказывается То был там Всего один вентилятор И потом Я посмотрел Внимательно Как же все сделано И увидел Что там Очень продуманная Система вентиляции Поэтому Собственно Все это Прекрасно работает Вот Так что Вот так Ну что Пошел я за плюшок Итак Давайте посмотрим Значит С кулером Я разобрался К сожалению Он Мертв Вскрыть Вскрыть его не получается Он не вскрывается К сожалению Так бы я показал вам Сейчас мастер-класс По вскрытию кулеров И по возвращении К жизни Вот Сейчас мы Посмотрим Что же творится Здесь И здесь Итак, момент истины вскрытия. Ну и вот, смотрим, здесь человек очень нехорошо поступил, тот, кто его чистил, он нанёс термопасту, которая называется КПТ-8, видите, во что она превратилась. Вот, поэтому это очень плохо, нельзя такую термопасту наносить, она вообще в принципе не подходит для ноутбуков, я бы её и не советовал даже для компьютеров использовать. То есть вот, что из неё получается, как бы вот, видите, она просто растекается, то есть и нанесено очень много и неправильно было, по сути говоря. Ну, собственно, что, сейчас я это всё дело сниму, отсюда очищу всё это, нанесу заново термопасту, как бы и закрою. С этим всё просто и ясно, как бы вот. Теперь осталось вопрос решить с кулером. Всё, спасибо за просмотр. На сегодня это всё. До новых встреч. Добрый вечер всем. Итак, наконец-таки кулер у нас приехал, вот кулер старый, вот это кулер новый. Цена вопроса с доставкой 950 рублей, здорово, и кассовый чек, и, ну, и прям гарантийный талон, всё в одном, и курьер стоит 200 рублей. В общем, ну, для Москвы, как бы, цена плюс-минус 100 рублей особой роли не играет, ну, можно только дороже брать. Собственно говоря, распаковываем кулер. Кулер для этой модели ноутбуков, для SU55V, у нас в данном случае именно эту модельку. Значит, что было сложного с этим кулером? Этот кулер намертво прикреплён. Вот, то есть его, я пытался, вот я его снимаю, видите, что получается. Вот здесь обмотка, всё, маска, всё оттуда ушло, вся смазка ушла, соответственно, здесь двигатель застопорился. Заправлять его бессмысленно, потому что всё будет проливаться наружу. То есть, у нас уже были другие кулеры, которые, если они снимаются, отсюда их можно оживлять. Этот уже всё, труб. Ну, и, соответственно, сравниваем. Вот, смотрим, видим, что они у нас одинаковые совершенно, то есть, по разъёму, как бы, да, два, три, всё. И сейчас мы примерим его вот сюда. Так, это всё у нас. Это мы отдадим владельцу. Так, и, по-моему, это у нас должно выглядеть вот таким вот образом. Да. Вот, примерно вот так это должно выглядеть. Ну, когда уже я буду, естественно, одевать всё это хозяйство, ну, собирать обратно, так как этот кулер, ну, эти кулера, они являются универсальными, идут на нескольком моделям. Когда уже я буду собирать обратно, как бы, оно не так будет прямо одеваться, прямо оно вот... В общем, оно будет прикручиваться уже и подгоняться под вот эту... под систему охлаждения. Вот здесь оно будет прижиматься болтами, как бы, вот, скорее всего, оно даже может так будет стоять, я не помню как. Ну, не суть, короче. В общем, под каждый ноутбук оно подгоняется по отдельности. Но главное, что оно у нас есть. Дальше, значит, теперь мы будем очищать вот это. Ещё раз повторюсь, что тот, кто нанёс вот это вот, этот травмопаста КПТ-8, это даже, ну, вот я использую серебрянку, как бы, причём фирма Скач. У неё очень хорошие показатели по тестам, как бы, ну, стоит она недёшево, как бы, КПТ-8, там, стоит 100 рублей, там, такой, как тюбик зубной пасты, вот, ну, и, соответственно, вот результат вы видите. Всё попадает везде, но только никуда надо, как бы, вот. Собственно, сейчас я начну всё это дело стирать и собирать обратно. Итак, значит, собственно, все девайсы смазаны, вот эта вот охлаждающая система одета. сейчас это всё будет останавливаться обратно в ноутбук. Кстати, хочу обратить ваше внимание на следующее. Я, может быть, сейчас для кого-то открою страшный секрет и вы ломанётесь это делать, но не спешите это делать, если вы этого никогда не делали, то и не надо начинать. Надо позвать меня на заднюю. Я это делал, я этого не делал. Вот секрет, открывая на весь свет. Вот эта вот штучка, это называется открывание процессора. Вот здесь написано у него LOCK, здесь написано UNLOCK. Берётся вот так, поворачивается в эту сторону. Ну, естественно, при снятой системе охлаждения и процессор у вас поднимается вверх. Для чего это? Это нужно для снятия процессора с материнской платы. То есть здесь кулером выступает вот эта вот железка, да, здесь как бы один кулер, вот этот вот, который отвечает за охлаждение вот этого и вот этого девайса. Вот, имейте это в виду. Но процессор здесь можно поменять. Видеокарту в данной ситуации поменять нельзя. То есть видеокарта здесь на материнской плате и в соответствии с этим вы её заменить не сможете. То есть если она у вас сгорит, если вы будете на слабеньком таком ноутбуке играть в игры, она у вас сгорит, то ничего вы с этим уже сделать не сможете. Это уже подлежит временному. Только ремонт и всё. Итак, сейчас я начну вставлять. Вставлю. И увидимся через 10 минут. Так, проверяем всё неправильно, всё неправильно, всё хорошо. Глаза не видят, а руки делают. Круче играть, что обмануть хочу. Ну что, собственно говоря, ноутбук практически готов. На этом этапе я рекомендую сделать контрольную проверку. То есть, что это значит? Я рекомендую его включить. Почему? Дело в том, что шлейф у клавиатуры достаточно тоненький и есть шанс, что он может переломаться. Это раз, два. Как бы, ну, перегнуться. То есть, вот здесь вот происходит излом у него. То есть, вот он не просто так согнут, вот именно так. Потому что он именно так и будет лежать, вот так и должен находиться. И если его туда-сюда оделать, то у него провода здесь перетираются внутри. И, соответственно, вы попадаете на новую клавиатуру. И вообще, как бы, да, пока ещё не закручены все винтики. Этот ноутбук, он простой, скажем так. Единственная, конечно, очень большая неприятность была в том, что, вот, обратите внимание, на следы скотча двойного он же, в принципе, не держит. Почему он здесь нанесён? Потому что были сломаны замки. Вот они, сломаны замочки. Видите, замочки сломаны. Переворачиваем клавиатуру, показываю вот эти замочки. Вот эти замочки целые. Те замочки, конечно, не такие, как эти, но они должны выпирать. А их просто-напросто сломали. Вот, ну, лишних винтов у нас здесь не останется, так как их здесь просто не хватает. Вот мой запас, его придётся добавлять сюда. Итак, давайте попробуем включить ноутбук и посмотреть, работает ли он. Ну, так, жёсткий диск. Так, конечно, ты не можешь найти эту, как её, систему, потому что я ещё жёсткий диск не поставил. Ну, первоначально он включается. Кстати, сейчас я вам покажу, 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 что колер крутится. Смотрите, слушайте. Слышите, колер крутится. И отсюда дует. Соответственно, ноутбук мы выключаем, отключаем его от питания и продолжаем собирать его дальше. Вот. Так, на этом пока всё. Сейчас общую картину придадим и продолжим. Спасибо. Так, друзья, как вы помните, сюда был нанесён чёрный скотч. В силу того, что на клавиатуре надломаны замочки, и здесь они тоже, честно говоря, сломаны. То есть, вот, вы видите, что их сломали. Они вот ничего уже не держат. А на старый скотч оно приклеиваться не хочет. Соответственно, мы приклеили новый скотч двойной. И теперь, сейчас, я буду вот так вот клавиатуру подставлять. Исключением того, что, наверное, сюда надо ещё вогнать один винтик. Так, сейчас. Либо этот, либо... Либо его тут просто не было. Нет, не этот. Его тут просто не было. Сейчас посмотрим, что у нас есть из запасов. И закрутим его сюда. Да, к сожалению, тот, кто разбирал, помимо того, что неправильно разобрал клавиатуру, ну, снял её, да, так он ещё умудрился потерять большое количество винтиков. Либо он их просто не потерял. А в силу неопытности, они просто у него оказались лишними. Вот. И поэтому... Такой же, такой же. И поэтому он просто их сюда не закрутил. Это и есть хорошо. Поэтому мы сейчас сделаем это из-за него. Ой, вернись, я всё прощу. А этот не хочет. Он гнетится. Всё есть. Ну что. Так, здесь у нас все винтики закручены, которые требуют ситуацию. Вставляем клавиатуру. Вот. Да, теперь она держится так, как должна. То есть до этого момента она у нас выпирала. Вот. Я хочу вас предостеречь от того, чтобы вы не доверяли свои ноутбуки, компьютеры людям, которые называют себя специалистами. Я же могу с уверенностью сказать, что лично я разобрал не менее 500 ноутбуков за время моей работы и собрал обратно. Да, конечно. Были такие ноутбуки первые, на которых я учился. Но до такой ситуации я не доводил. К клавиатуру как-то я снимал аккуратненько. Так. Что у нас теперь тут дальше? Оперативочка. Оп. Есть. Так. Ну, теперь тебя. Да, и ещё хотел вам сказать следующее. Да, существует такая штука, которая называется охлаждение для ноутбука, которое ставится снизу, включается там, вентилятор крутится, и типа того он отводит тепло. Но тепло, оно отводится либо отсюда, либо с задней части ноутбука. Никогда оно отсюда не отводится. То есть не выбрасывайте попросту свои деньги. Вот, если они у вас лишние, отдайте их мне. Вот. Ну, а так, как бы, да, кроме шуток, имейте это в виду, просто будут зря выброшенные деньги. Ничего это не имеет за собой. Всё это система охлаждения. Я такую покупал себе. Единственный смысл с неё, если вы работаете за ноутбуком в постели, на мягкой поверхности, тогда, да, имеет смысл туда поставить вот именно эту охлаждение. Эту штучку. Большой тут вентилятор. Так, смотрим. Смотрим вот сюда. Так, здесь у нас один, остальные все сюда. Итак, собственно говоря, чистка ноутбука прекрасно завершена. Все недочёты, которые надо было исправить, я исправил. Вот, сейчас мы запустим тест. Посмотрим, сколько он... Ну, сейчас он показывает 45 градусов. Вот. Всё, тест мы запустили. Вентилятор крутится. Собственно говоря, сейчас, после того, как пройдёт 10 минут, мы запустим запись в НАФИ и покажем вам, какую температуру он выдал. И так, друзья, прошло больше 10 минут. Вот. Прошло уже почти 11 минут. Да уже 11 минут прошло, да. И вот такая температура у нас. Она стабильная, она не поднимается 67 градусов. То есть, результат, который был нужен, в итоге он был достигнут. Сменой термопасты на процессор и заменой кулера. У кого похожие проблемы, можете ко мне обращаться. Также, если проблемы с переустановкой Windows, то же самое. И восстановление данных. Пожалуйста, обращайтесь по могучим свободу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.